Иногда маленькие хитрости могут помочь запомнить без всякого напряжения целый ряд английских слов. К таким хитростям относятся замена суффиксов в словах, которые в русском языке заканчиваются на «ция», а в английском на «шн». Пронаблюдайте. «Нация», «nation». Глубокими корнями это слово уходит к индоевропейской группе слов «гене гне» – «плодиться», «рождаться». В латинском языке от них появилось большое количество слов, одно из которых «натус» – «рождаться», от которого в свою очередь прошло слово «насио». Насиоунис – это племя, народ, родившийся в одну и ту же эпоху или в одном и том же месте. Мы же теперь понимаем слово «нация» как исторически сложившуюся устойчивую этническую общность людей, основанную на общности языка, территории, экономической жизни и многих других компонентах. И теперь, встретив в английском тексте однокоренные слова к слову «нация», вам будет совсем нетрудно вычислить их значения, опираясь на ваше знание слова «нашн». Начнем прежде всего с нашего заглавного слова «нация». «Нейшн» – «нация», «народ», «народность», «фоук» – вспомните наше слово «фольклор». «Фолклор», «пипл», «нашнэлити», в скобочках я вам даю синонимы к этому слову, а также «государство», «нация», «страна», «стейт», «индепендент нэйшн» – независимое государство, «соверенное независимое государство», «фрэндлий нэйшн» – дружественное государство, «ворный нэйшнс» – воюющие государства, «цивилайзет нэйшн» – цивилизованное государство, «пиэславэн нэйшнс» – миролюбивые страны. «to build» или «to establish a nation» – создать основание государства. «There were strikes across the nation» – по всей стране прокатились забастовки. «The nation» – это все жители страны, все население страны. «It was a story that touched the nation's heart» – это история тронула сердца людей по всей стране. «The nations» – это язычники, языческие народы, когда речь идет о неевреях. «The gentiles» – а также народы, населяющие землю, народы мира. Этим словом еще называют племя, объединение племен. Как прилагательное «нашнал» – национальный, народный, относящийся к какой-либо нации. «National feelings» – национальные чувства. «National self-determination» – национальное самоопределение. «National minority» – национальное меньшинство. «Плюс государственный национальный state» – паблик. «National anthem» – государственный гимн. «National forces» – вооруженные силы страны. «National income» – национальный доход. «National enterprise» – государственное предприятие. «National emergency» – чрезвычайное положение в стране. «National park» – заповедник, национальный парк. «National team» – сборная страны, национальная сборная. «National security» – национальная безопасность. «National service» – воинская или трудовая повинность. Как существительное – соотечественник. «Compatriate» – или «fellow countryman». «International» – интернациональный, международный. Как существительное – участник международных спортивных соревнований. «Плюс само международное состязание». «Nationality» – национальность. «Национальная принадлежность» плюс гражданство, подданство. «Citizenship» – принять иностранное гражданство. «The normal way in which nationality is acquired is through birth». Естественный путь приобретения гражданства – это факт рождения в данной стране. Словом «националитеты» можно назвать народ, нацию. «Nation, people, race». «Many nationalities that comprise Ethiopia» – много народностей, населяющих Эфиопию. «The crew are of different nationalities and have no common language» – в команде людей разных национальностей, и у них нет общего языка. А также расовая, этническая группа. Словом «националитеты» можно также назвать национальный характер, национальное самосознание, патриотизм, национализм, а также национальную независимость и государственность. «Nationalization» – переход из частной собственности в собственность государства, предприятий и целых отраслей народного хозяйства, земель, банков, жилых и общественных зданий. «Cognation» – родство, слов, языков. В юриспруденции – это родство по происхождению, а также это кровное родство по линии матери. Во множественном числе «cognations» – это родственники, родня, «kindred», «kindfolk», «relations». «Cognate» – нечто родственное, близкое, родственное слово, родственный язык. В юриспруденции – кровный родственник, «kindman», как предлагательное – родственный, близкий по происхождению. «Cognate language» – родственный по происхождению язык, «cognate sciences» – родственные науки, плюс однокоренной о словах, «cognate words» – слова одного корня, сходный, близкий, похожий, «kindred», «related», «connected», «pregnant» – беременная, от латинского «pregnant» – перед рождением. «She stopped smoking when she became pregnant» – она бросила курить, когда забеременела. «She was heavily pregnant» – она была на последних месяцах беременности, как предлагательное – чреватый, влекущий важные последствия, имеющий важное значение. «The whole area of research is pregnant with possibilities for future development». Вся эта область исследований полна скрытых возможностей для будущего развития. «Pregnant» – это также изобретательный, находчивый, об уме, богатый о воображении, imaginative, inventive, resourceful, а также полный смысла, значения, содержательный, о речи, высказывания. Невозможно, короче, дать полное толкование этой содержательной темы. «Импригнation» – оплодотворение, зачатие, fecundation. «Nativity» – рождение, birth. В религии и искусстве «the nativity» – рождество Христово, рождение Христа. «They admire the tableau of nativity» – они любовались картиной на сюжет Рождества. «Гороскоп» – место рождения. «Natality» – рождаемость, естественный прирост населения. «Birth rate» – а также процент рождаемости. «Нацизм» – нацизм, нацистский, германский, фашизм. Как существительное «nazi» – нацист, фашист. Как прилагательное «nazi» – нацистский, фашистский. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилась моя статья, ставьте лайки. Или напишите несколько слов в комментариях. До свидания. До свидания.